Вот об адекватности вот этого Женька из Сочи. Вот он пишет, что у меня у дебила на голове прическа похожа на пизду. А мне жалко этого человека, если у его баб такая пизда. Где он таких бомжих находит? Фу, блядь, чмари вокруг просто. Ну что, давайте начнем говорить про питание, если вы не против. Мы вроде как бы обещали уже несколько раз. Что самое главное в питании? Ну вот, Андрюх, давай с тебя потом, Диэс. Ну просто такое. А, хочу затронуть сразу тему, что мы говорим сегодня, наверное, все-таки больше как о питании, как о здоровье. С пояснениями, если кто-то хочет там худеть, кто-то хочет набирать. Но в первую очередь мы будем говорить, потому что сейчас принято. Я вот смотрю, у меня там девочка новенькая пришла, такая говорит. Я вот сижу там на двух с половиной граммах белка. Я думаю, блядь, откуда вы это все берете? Мужику-то грамм, грамм двести в основном достаточно. Поэтому вот это все хочется обсудить. Да что обсуждать-то? Смотрите, сейчас мы говорим о том, что если мы натуральные спортсмены, то очень сильно ограничена способность усвоения этого белка. На самом деле, вообще в целом, то есть всасываемость мы говорим. Не только сколько у тебя организм может туда запустить, а сколько у тебя там останется белка. И вот сейчас все больше вот эта теория всасывания, она начинает разрабатывать. Она еще, конечно, сырая. То есть они еще как бы не дошли до того, что все-таки от дозы белка усваивается его все-таки больше в любом случае. Вот, я нарыл там эту информацию. Но, тем не менее, было показано, что уже даже на тяжелых атлетах там 1,2 грамма на килограмм уже достаточно для нахождения в положительном азотическом балансе. Вот. И здесь идет путаница какая, да? То есть, например, доктор Любер, он говорит, я считаю только животный белок. Считаю, что растительный он, блядь, никакой. Ну, я такие вещи не могу говорить. Ребят, там все те же самые аминокислоты. Какие нахуй разницы? Просто их мало, Андрей, извини. Их мало. Ну, съел ты грязь. Ну, мало. Погодите, давайте. Смотрите. Как усваивается белок, да? Вот не в плане науки, да? А в плане того, что белок состоит из аминокислот. Распадается аминокислот и еда. И эти аминокислоты, они находятся в каждом конкретном белке в определенном соотношении. Потому что у нас как бы в кишечнике, там вот в тонкой кишке, да, находятся ферменты, которые каждый вот из этого переносит. И одни ферменты могут переносить несколько составляющих. И если у вас какого-то одного вещества, например, много, то ферменту надо от него избавляться. И он начинает в первую очередь тащить его, другие недополучают. И мы говорим, что есть некий белок, такой волшебный, да, у которого соотношение вот этих аминокислот идеально. То есть близко к единице, как мы говорим. Ну, кто-то яйца считает, да, кто-то там что-то другое. Ну, несут, да, я пока хочу сказать честно, теоретически, да. И мы понимаем, что, например, если у вас не хватает какой-то там одной аминокислоты, или просто ее меньше, чем всех остальных, то у вас КПД всего белка, оно немножечко снижается. Но вопрос в чем? Смотрите, все кулинарные книги, блядь. Почему мы едим, например, кашу с молоком? Вот откуда пошла каша, блядь, с молоком? Не знаю. Из деревни, наверное? В некоторой части зерновых, не во всех, они практически все бедны метионином. То есть у них все есть, но метионина крайне мало. Его не то, что там ноль, его просто мало, да. А в молоке метионина хоть жопой жует. И ты, когда добавляешь молоко к каше, у тебя происходит баланс. И КПД гречи с молоком уже равно КПД мясу. Вот. То же самое можно получить, взять, другой растительный белок, в котором метионина хоть жопой жует. Соединил два растительных белка, получил полноценную пищу. Там бобы, фасоль, чечевица, там вот, и все получается то же самое. Поэтому я не согласен с тем, что, например, растительный белок хуже. Вопрос, ну, нужно понимать сочетание, да. И я вот, например, если мне не хочется этой херней заморачиваться, я, например, беру растительный белок и просто умножаю его на 0,6. Это очень грубо, но примерно. То есть 60% я оттуда как бы полноценного получаю. Это мне же просто не возиться. Если я захочу заморочиться, например, да, я, конечно, там начну вот это сочетание. Нахер мне это надо, блин. Посчитал на 0,6 умножил и все. Согласен. Но здесь не идет речь, Андрюха, о том, что хуже, а что лучше. Здесь именно то, о чем ты и говоришь, что растительный белок, он все равно будет неполноценный по отношению к говяжьему мясу, к примеру. Вот берем, давайте, гороховый белок. Вот посмотрите, сейчас есть гороховый белок, есть соя. Там практически 0,98 коэффициент. Блядь, как у молока, ебаный, ребят. Ну, это о чем же говорит, да. Поэтому, ну, я поэтому к таким вещам очень скептически отношусь, да. И вообще в целом, когда мне говорят, что питание там, это для зожников. Вот, у меня вообще слово зож, оно у меня стало, блядь, очень нарицательным. Как и фитнес, блядь. Я всегда говорю, хотите зож, выкиньте, нахуй, свою трубку, засуньте все это в жопу, возьмите ружье, пиздуйте в тайгу и там живите. Сами растите, нахуй, хлеб, зерно, блядь, выращивайте, пить. Вот тогда это зож. А пока вы вот этой хуйней все пользуетесь, у вас никакого зожа нет. Нет в магазине натуральных продуктов. Ребят, это бред, блядь. Бизнес, Андрюх, опять разбираемся в бизнес. Ну, конечно, да, да, да. Перед тем, как продолжим, просто человек уже третий раз пишет, ну, давайте я ему отвечу. Во время тренировки грудных получил травму ротаторной манжеты плеча, он и чувствует боль. Как ему теперь жить с этим, что делать? Боль чувствуется в ближнем участке амплитуды. Ну, во-первых, смотрите, вам никто, ни один специалист не скажет, где вы получили боль. И ротаторная это манжета плеча или это просто грудная мышца, только МРТ может показать. Поэтому, если хотите, у меня, сейчас здесь, да, пока сделаю диагностику, у меня есть видео и статьи по ротаторной манжете плеча и вообще по плечевым суставам. У Андрюхи, по-моему, тоже было с Головинским, они это обсуждали. Не, я, Егор, этой фигнёй не занимаюсь, меня это не интересует вообще совершенно. А, ну, значит, у Головинского я без тебя это слышал. Ну, это Головинского, да. У Головинского, да. У меня очень много информации, потому что у меня у самого оба плеча, именно в ротаторной манжеты разорваны. У меня даже кость чуть-чуть отломана в левом плече. Это показало контрастное МРТ. Так что вся информация есть. Поэтому сначала изучите то, что есть, а потом уже как бы задавайте вопросы. Да, Андрюхи, извините. А первое, сначала, ребят, снимаете воспаление, а потом идёте в зал, блин, и тренируетесь в том участке амплитуды, который не приводит в дискомфорт. Ну, вот и всё. А уже там врач, там травматолог, спортивный лучше, да, правда их мало крайне, да, они вам подскажут, что делать. Ну, вот я бы самолечением, ну, сам не занимался бы, по крайней мере, если у тебя нету чуки там какой-то. Вот есть люди, дар от природы, да, есть такие вещи, да. Я, например, статичка, у меня тоже была подлопаточная мышца, закольцевание вот этой сухожилия, уже настолько, что его уже не исправить, да. И вот я, когда готовился как раз-таки к России, у меня было такое обострение, что я не мог даже майку снять. То есть я рукой вот так поднимал, снимал майку, но пока я разогреюсь, я всё делать мог. Вот. И я залечил только статикой. То есть я находил на блоке положение, где у меня была боль, и вот как только она начинается, я делал в конце тренировки статические удержания небольшие, чтобы резкой боли не было. И у меня прошло, я, наверное, года три забыл вообще про эту ферню. Ну, вот, то есть... Главное на усиление боли не делать. Если вы чувствуете там какую-то... Да, да, да. Я тоже так делал. Это нормально. Но самое главное, вот кто сейчас нас слушает, если впервые слышит, что такое вращательная манжета плеча, настоятельно рекомендую изучить её и хотя бы раз в неделю делать специальные упражнения. Тем более, что это не сложно. Кстати, это больше похоже на тренировки вот по Диасу. Небольшие. Можно, наверное, даже там с полотенцем это делать спокойно. А лучше с резиновым жгутом. Это реабилитация. Диас, ты хотел что-то сказать вот по предыдущему вопросу там? Я хотел сказать, во-первых, нужно сделать... Ну, мы не экстрасенсы, да, чтобы выявлять какие-то заболевания или травмы и просто давать вот так вот рекомендации. То есть я сделал вот так, потому что, ну, как бы мы не экстрасенсы. Это во-первых. Нужно сделать усилы, маршруя, ну, в какую-то диагностику, чтобы хотя бы понимать, где проблема, а не пальцем в небо, как бы ты. Вот. Ну, я справлялся на первых этапах, когда у меня были травмы плечи, я справлялся в вакуумной медбанкой. То есть я ставил прямо на сухожилие вакуумную банку, откачивал гематому вот эту, да, кровь, и воспаление потихоньку снималось. Вот. Это то, что поначалу нужно делать. Ну, по большому счету, мне это помогало полностью. То есть в суставе проблем с самого не было. Были проблемы только именно в креплении. Кстати, я вот здесь, Диас, извини, пока не забыл, прям извини, реально. Не вздумайте пользоваться блокаторами, особенно если вы тренируетесь. Потому что блокаторы, они настолько негативно действуют на связки сухожилия, вы можете потом, когда вернетесь к нормальным тренировкам, получить еще большие проблемы. Лучше обходитесь, вот как Диас говорит. А лучше всего, как Андрей, советует найти спортивного врача. Это можно сделать проще всего в команде. Если вы живете в каком-нибудь большом городе или рядышком, найдите какую-нибудь команду, абсолютно неважно, баскетбол, волейбол, хоккей, футбол. Найдите через связи выход на врача. Я в свое время только так всегда какие-то спортивные травмы свои обходил. Если прямо уж там серьезно, как с артрозы, артриты, еще что-то такое, то нужно уже употреблять, ну, во-первых, закачивать какую-то гиалуронку или что-то еще такое, чтобы скользило по кости, да. Особенно, когда нет гиалинового хряща, потому что его в основном съедает грибок ногтевой, скажем так. И можно использовать моноклональные антитела мышей. Но это уже из такой продвинутой уже реабилитологии. Это касается уже таких препаратов, как инфлексимаб, ну и прочее. То есть это новые технологии, да. Погуглите, посмотрите, что это такое, моноклональные антитела мышей. И там конкретно все возведено в цитокинез. То есть там идет максимальное воспаление, потом это воспаление снимается, как-то все это восстанавливается дело. Тимус, билочковая железа тоже начинает активно включаться в работу, вырабатывать вот этот ТБ-500, тимозин, да, 4. И постепенно, постепенно, наряду вместе с кортизоном, гормоном, они потихонечку залечивают сам сустав. Но это уже прям вот продвинутые технологии. Если на уровне такого простого, то можно попробовать геалуронку там вколоть, если уже проблемы именно с суставом. Если конкретно манжета вращательная, то, ну, можно просто снять воспаление, дождаться, пока она заживет, вообще ее не трогать. И раз в 30 дней делать максимальное закисление для того, чтобы сухожилие укрепилось. Не кальцием, а именно в толщину структуры. Потому что сухожилие растет около 30-40 дней. Но если его тренировать раз в 30-40 дней именно на сухожилие с максимальным закислением. Потому что сухожилия, они в основном питаются диффузно, кровью. И для того, чтобы их питать диффузно, нужно вот это вот закачивать постоянно. Именно закисление, чтобы они, по-моему, открыли, туда зашли нужные микроэлементы. То есть, по-другому, их практически никак восстановить невозможно. Там будет постоянно отечность, постоянно воспалительная жидкость. И никак ничего ты не сделаешь, пока ты не будешь ее снабжать кровью. Но это нужно делать периодично, раз в 30 дней. Ну, давай скажем, чтобы время сильно не занимать от этого эфира, что мы все-таки не доктора, не экстрасенсы, и вы тоже. И поэтому вдруг у вас разорвана манжета. Здесь вообще все, что мы вам советуем, просто не поможет. Поэтому сходите к травматологу. В первую очередь, вот прямо к травматологу. Раз вы получили травму в момент какого-то выполнения действия, вам нужен травматолог. А дальше он вам все подскажет, как и что. Но лучше снять сначала воспаление. Потому что у меня были случаи у клиентов, которые вот это воспаление, оно даже на МРТ смазывало картину и ничего не видели. Пока нет вот воспаления. И вот если делать как ДИОС, например, удалить оттуда все, тогда сразу картина становится четкой и ясной. А мы живем в 21 веке. Это называется контрастное МРТ. Приходите, вам вкалывают специальную контрастную жидкость в сустав. И неважно, воспаление у вас там или что, вам каждый слойчик все отлично покажет. Ну, ты прав, Андрюх. Хорошо. Тогда давайте вот вернемся к БЖУ. Что вы все-таки советуете, вот, и как вы питаетесь лично по БЖУ? Вообще, если отслеживаете. Сколько белков кушаете, сколько жиров, сколько углеводов? Давайте начнем тогда, раз мы говорили про белки с белков. Вот, Андрюх, ты примерно сколько белков кушаешь и расскажи. Я знаю, ты сейчас два раза в день питаешься, да? Что это у тебя конкретно вот в каждом приеме пищи? Да-ка я даже выкладывал у себя ВКонтакте, что я ем, даже блюдо сфотографировал. Вот. Обычно у меня, смотрите, если по белкам, я стараюсь держаться где-то 1,1,2 грамма. Если я нахожусь в профитите или в норме. Вот. Естественно, вот это 1,2 грамма я считаю на безжировую массу тела, если сказать правильно. На безжировую. Потому что все структуры, они просто стоят из белка. В костях там все это есть. Поэтому считать там, например, только на мышечную массу, как вот говорят. Вот у тебя есть там 40 килограмм мышц. Вот на них считай. Ребят, в грехах, кости, органы. Да-да. Да. Поэтому на безжировую массу тела я всегда считаю. Вот. Естественно, туда входят и растительные, и животные. И вот растительные, как я всегда говорю, я для простоты умножаю на 0,6. То есть, условно говоря, вешаю я там 100 килограмм. У меня там 82 килограмма мышечной массы, сухой, без жира, да? Вот, значит, 82 умножаю там на 1,2. Вот это количество белка, которое я потребую. То есть, в районе 100-110 грамм. На сушке чуть побольше, конечно, да? Потому что часть этого белка идет на глютенеогенез, да? И мне, чтобы не заморачиваться, лучше перебдеть, чем недобдеть, я всегда говорю. Особенно в натуражке. Только с этой точки зрения. То есть, это яйца, мясо, рыба, да? Курица. Вообще, я люблю натуральные продукты. Молочку я уже давно не ем. Ну, не знаю почему, меня просто от нее отвернуло. Просто отвернуло, да? У меня дико, когда люди там, знаешь, я ем, блядь, и безжирный творог. Ребята, чтобы получить и безжирный творог, это уже молочный продукт, блядь. Там нет ни творога, блядь, ничего. Там одно пальмовое масло и всякие херня, блядь. Поэтому, я не знаю, молочек меня просто отвернуло. Иногда бывает, там что-то захочется, да? Ну, я там могу себе мороженое, например, съесть. Ну, вот все, да? Поэтому у меня в основном это яйца. Я очень люблю яйца. Я каждый день в течение уже 30 лет нахрен ем по 5 цельных яиц. Я никогда, блядь, не выкидывал желтки. И вот как раз буквально я тут перепаснул Антонов, да? С Мирошниковым работает. Он выложил как раз там исследование 25-го волн. Он говорит, ребят, в цельных яйцах усвояемость, всасываемость гораздо лучше, чем в чистых белках, да? Блин, ребят, желтки выкидывают. А у нас же как? Жир, блядь, это пиздец. Здесь ложи, просто. А я даже не знал, что жир откладывается на боках, да? Я думал, что жир откладывается на боках, да? Блядь, ты жрешь вообще до хера. Попробуйте отложить жир на боках, если у вас там базовый обмен 2000, а вы будете чистым салом есть полторы. Чего нахрен у вас там отложится, блядь, ребят? Андрюх, есть локальное жиросжигание, а это уже локальное жиронакопление. Да, да, ну это блядь сработает. Поэтому я ем цельные яйца, цельные яйца. Очень люблю я твердые сыры, правда, единственное, сейчас я перешел к низкожировым. Вот есть ряд продуктов, я не заморачиваюсь, натуральный он, блядь, ненатуральный. Натурального хер найдет. Мне просто нравятся вкусовые качества, а когда ты на дефиците, тебе очень важно есть вкусно. Вот, поэтому вот то, что у меня вот лежит прямо, вот я знаю, что все, да? И я на этих продуктах сижу, потому что мне очень легко на них переносить какое-то ограничение калорийности. Поэтому ем твердые сыры, и там получается у меня, значит, на 100 грамм продукт, 30 грамм белка и 15 грамм жира. То есть очень хорошее соотношение. Да, шикарно. И, как правило, у меня я там крупы не особо люблю. Я там, когда качался, мне уже это рис, греча, блядь, она мне вот здесь. Я ем макароны. Я очень люблю макароны, вот эти бриллы, блядь, мне очень нравятся. Охрененные макароны. Вот у меня, поэтому, макароны, яйца, сыр. Вот это у меня классический обед. А у вас не осталось, Андрюх, макфы и макарон? Я вот ел макфу, когда жил в России. Есть, есть, есть. Мне кажется, они из темной сортов. Но мне почему-то бриллы побольше понравилось, не знаю почему. Как-то они получше заходят. А ужин у меня обычно это овощи, фрукты и мясо. Либо мясо, либо рыба. Вот я ем, да? То есть я сейчас покупаю говядину. Вот у меня получается вот такой тазик. На самом деле я просто беру овощи, которые мало весят. То есть у меня там есть огурчики, вот тяжелое такое. А в основном вот это вот всякая ботва. И у меня получается, блядь, вот такой тазик. То есть 200 грамм там, вот такой тазик. Там у меня 300 грамм мяса. То есть 300 грамм. Это в сыром виде, в сыром. То есть вареном. Там где-то грамм 150. Они примерно там в два раза сейчас стали уваривать. Может вообще просто воды туда закачивают. Ну мы уж не узнаем это, да? Вот. Поэтому 300 грамм мяса у меня туда. Ложка сметаны там. 20% все это я смазываю. Кукуруза консервированная 100 грамм. Там тоже ни хрена ничего нету. Она просто вкусная. Она добавляет в салат просто вкусный. В ней ни хера ничего нету. Да? Я это прекрасно понимаю. Но это вкусно, да? Поэтому я не зожник. Я ем то, что вкусно, а не то, что полезно. Вот. И у меня получается вот такая пара. И 300 грамм любых фруктов. То есть я могу и дыню поесть захотел. Могу черешню. Могу там черни. Мне без разницы. Вот. Все. Вот это мои приемы пищи. То есть у меня получается где-то в среднем районе 1800-1900 калорий. Вот. Я в калориях не считаю. Я считаю в количестве продуктов. Да. То есть я знаю, сколько мне надо съесть мяса. Сколько мне надо съесть овощей. И вот таких вещей. Все. И я ем одно и то же. То есть у меня нет такого, что мне ничего не приедается. Ребята. То есть если я заточен на результат, я ем одни и те же продукты. Я уже даже ролик снимал, почему я так делаю. Очень легко освеживать прогресс. Очень легко. Потому что главное полноценное питание, а не разнообразное, как думают многие. Да. Ну и принимаю я сейчас эти поливитаминные добавки просто. Потому что понимаю, количество еды ограничено. И я вот просто обычно вот only day там на каждый день вот эти витамины минеральные я там принимаю. Либо скайпековские мне нравятся в капсулах там. Вот твинлаб сейчас почему-то перестали нас завозить. Хорошие мне нравились очень only day твинлабовские капсулы тоже. Все. Вот это то, что я ем каждый день. Когда я, например, мне не надо худеть. У меня просто к этой параше овощей добавляется еще порция. Либо там крупы, либо макарон, либо что-то. Вот. И там уже фрукты, я уже в районе 600 грамм света не едаю. И там где-то в районе 2,5-2,700 у меня калорийность получается. Вот. Это если норма и профицит вот так небольшой. В общем, мы услышали. Тысячу, тысячу двести на грамм. Ой. Всего у тебя белка, да? Чего? Белка. По белку. 1,2 максимум, да. То есть, когда в межсезонке, это 1,2, это прям потолок. Вот. И я считаю, больше не мужа. Я просто за собой наблюдал. Разницы нет никакой. Разница только в окраске мочи. В окраске мочи и в толщине кошелька, да? Да. Вот. Но и не будем забывать... Потому что хороший белковый продукт, он дорогой. Да. Вот у нас мясо стоит там хорошая говядина. Вот. Если за 500 найдешь, нормально. Нежирное. А так 500, 600, 700 рублей за килограмм. Ну да, прилично. И рыба тоже. Я не беру вот эту сорную. Я люблю форель, там какую-нибудь все. Вот такие вещи. Хотя и там речные есть хорошие. Иногда там судачка можно взять. Вот такие вещи. Ну и не будем забывать, что, друзья, вот то количество белка, когда вы едите выше, чем 1,5 грамма, вы же не знаете, вы не изучаете сейчас мало кто свое здоровье. Это может вредить вам очень сильно. Потому что излишество в белке приводит к серьезным заболеваниям. Диас, давай ты расскажи нам теперь, сколько белка ты кушаешь и какие это продукты. Ну, смотря как, если я, например, набираю, приходится белка с жиром. Есть прямо очень много. До 7 до 8 тысяч калорий в сутки. Это, конечно, для многих вообще как бы неподъемный будет рацион, да? Но когда ты растешь, у тебя аппетит повышается и кишечник способен. Вообще кишечник способен сосать сколько угодно белка. Главное, чтобы потребность была в нем, допустим, да? Если потребности нет, он пойдет просто в унитаз и смысла с этого не будет. Так что если я не расту и не прибавляю даже хотя бы килограмма в месяц, ну, на месте стою, да, я, например, потребляю 1,2-1,6 грамм белка на килограмм точной массы тела. Например, съедаю полкила гороха в сутки и яиц 15, не больше, да? Могу там еще тыквенных семечек покушать 100 грамм, даже не 150 грамм. Ну и там льна с семян там 30 грамм, куджута 30 грамм такое. 15 яиц в сутки я правильно услышал? Ну, я не каждый день так, что прям 15 яиц в сутки. У меня бывает чисто вот я захочу там каши с сахаром, да, ем, допустим. То есть, когда я конкретно набирал, у меня прям идет так. 700-800 грамм чистого сухого риса, 30 яиц, печень трески, 2 банки. Потом яйца опять же таки жарятся где-то на 50-70 грамм растительного масла. Потом льняную массу, еще пару ложечек. То есть, жиры я набираю до 350 грамм. Ну, чтобы вы понимали. На набор массы тела... Сколько именно белка? Скажи сейчас про белка. Мы сейчас про белок. В следующий раз, вернее, чуть позже мы про жиры будем говорить. Белок бывает до 300 грамм в день. Это у тебя тогда получается на килограмм веса сколько? Где-то около, ну, получается 3-3,5 грамм, да? Ну, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше 3 грамм на килограмм. И как долго ты так сидишь? Это когда я набирал. Массонабор может длиться, ну, где-то около 4-5 месяцев. Дальше идет отдых, спад и так далее. Когда я набирал вообще вот именно в самом начале, я начинал там с 4 яиц, 5 яиц. И каждый раз добавлял по мере своего роста. И когда вот я за год набрал вот 30 килограмм, да, я снизил свой рацион, и яйца я уменьшил. Я их ел обычно 30-35-40 в день. Каждый божий день на протяжении всего года, даже чуть больше. Потом я понял, что вес уже не набирается, я как бы снижаю рацион свой. Если я, допустим, не набираю ничего, то я ем 140-160 грамм белка в день, это максимум. Ну, примерно как Андрюха получается тоже, где-то 1,3-1,5 у тебя, да? Например, я набираю, вот я за полгода набрал 12 килограмм, я превышаю белок, например, 2,5-2,6 на килограмм сухой массы тела, ну, тощей массы тела. То есть 230-240 грамм белка в сутки у меня уходило. Это просто из-за того, что у меня повышался аппетит. И, собственно, я настраивался на это. Чем больше я ел жира, тем больше мне надо было белка. То есть она как-то взаимосвязана. И углеводы тоже превышались. Углеводы килограмм... Подожди, подожди, Дес, не спеши, не спеши, мы все по плану, потихонечку. Смотрите, я правильно понимаю, Дес, потом про углеводы, сейчас с белками закончим, давай. Хорошо? Мы сначала про белки. Если не набираем хотя бы килограмм в месяц общей массы тела, то белка где-то 130-160 грамм, не превышая ничего. А если мы набираем хорошенько, то можно превысить до 300 грамм. Вот так вот. Но это на мой вес тела. Потому что я всегда белок завышаю именно тогда, когда я хочу желаемый вес тела набрать за счет мышечной массы, не жировой. Вот так вот. Понятно. В общем, мы... Продукты мои, у меня есть Апокрив Китчен, инстаграм, если кто-то хочет посмотреть. Там есть блюда с разнообразными абсолютно продуктами. У меня очень много разных продуктов. Ну ты все ешь или ты что-то исключаешь из своего рациона? Вот Андрюха сказал, что он от молока отошел. Я тоже потихонечку отхожу от молока. Я не ем только мясо, я не употребляю вообще никакие молочные продукты, я не употребляю мучные продукты, либо булочные изделия, вот эти пекарские. Я не употребляю ни печенье, ни чего такого, которое именно... Где есть быстрые жиры, ой, где есть быстрые углеводы и жиры, ты не ешь такое. Да, когда они вместе связаны... А ты же эти хлопья какие-то херачил, я видел. А-а-а, Диас, вот мы тебя и поймали. Ты же сам выкладывал, когда сушился на углеводах, или я ошибаюсь. Мне кажется, ты хлопья прямо херачил такие. И что их такое было? Хлопья есть, да, конечно. У меня есть ржаные хлопья, пшеничные, овсяные, кукурузные хлопья. Кукурузные хлопья не те, которые в упаковке, а те, которые на рынке продаются. Они просто через пресс выкатываются, через валенки. И их намного быстрее варить с ними, нет проблем с готовкой. И еще я очень люблю манную кашу кукурузных. То есть кукуруза, она как манка, засыпается, мешается, и вот так вот сгущается, как манная каша. Тогда лучше говорили кукурузную кашу, да? Когда на массе наборе, я всегда ем манную кукурузную 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 ку делается из пшеницы, цельной причем. Поэтому там все есть, абсолютно все. Единственное, что она очень быстро усваивается и может человек пополнять если он не двигается практически, и у него мышц сильно мало. А так, по-моему, это очень высокоусваиваемая крупа, которая имеет место быть для массонапора 100%. В общем, мы делаем вывод, что друзья, грамм на вес тела, в принципе, вам даже если вы посещаете тренажерный зал, вполне достаточно. Но если вдруг вам мало, ну, грамм 200. Все остальное уже пеняйте на себя, потому что могут возникать проблемы. Смотри, сейчас просто уточню по белку, да, как ученые пришли к этому. Давай я перезапущусь. Да, сколько нужно? Перезапущусь, но ты не это. Но тут минутка есть, и я скажу про яйца. Не забывайте, что в жилке, друзья, половина белка, селен, все витамины группы В, выкидывая желток, вы просто, ну, как бы, обкрадываете сами себя. Друзья, извините, сейчас прям буквально на 30 секунд отключаюсь, чтобы сохранить эту часть эфира, и мы сразу же заходим еще раз, продолжим про жиры и углеводы. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова